Добрый день, здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев и сегодня мы продолжаем разговор по поводу параметризации ресурсных спецификаций в программе 1SRP. Напомню вам, так трансляция идет, вам видно все, я надеюсь. Напомню вам, что вопросы приветствуются, у нас есть чат, если возникают какие-то вопросы по ходу, вы, пожалуйста, в этом чате его задавайте, по мере возможности я буду его смотреть, на вопросы отвечать, если на что-то не отвечу, я дополнительно посмотрю чат еще раз, в самом конце. Предупреждаю вопросы, вебинар записывается, запись вам будет доступна. Ну а теперь давайте перейдем в программу и я вам напомню, что в прошлый раз мы с вами разобрали несколько приемов, связанных с параметризацией ресурсной спецификации. В частности, я вам рассказал, что вы можете использовать такую вещь, как автовыбор, да, вы можете саму номенклатуру или какие-то ее параметры, характеристики привязывать к каким-то характеристикам готового изделия. или, соответственно, характеристики готового изделия. Вы можете использовать вариант условий и в какой-то степени вы можете вот это вот условие, подбор по условию использовать как альтернативу автовыбора, это тоже будет работать. Ну и так, условия я, по-моему, здесь вот вам показывал, расчет по формуле. Вот здесь задано условие, что вот этот вот лак мебельный, он будет использоваться только в том случае, если у нас производится что-то с характеристикой белой. Вот. Но, значит, есть еще один вариант. Это расчет по формуле. Как это работает? Ну, для начала давайте мы с вами познакомимся в принципе с механизмом. Его очень удобно демонстрировать на примере создания наименования продукции, наименования ее характеристики. Ну, давайте, наверное, я сейчас посмотрю. Характеристики здесь не используются. Вот у меня есть АГП, вид номенклатуры. Вот здесь я попробую создать характеристики и попробую создать реквизиты и создать реквизиты, создать по реквизитам наименования. Значит, что я для этого сделаю? Ну, во-первых, я определю реквизит, какие у меня будут дополнительные реквизиты. Ну, давайте, предположим, я создам новый реквизит для вида тип продукции. Тип продукции – это будет перечень значений. И, предположим, я здесь использую вот так вот. Штул, стол, табуретка. Вторую характеристику я сделаю – цвет. Ну, в принципе, можем попробовать взять его из другого набора, но непринципиально. Значит, цвет. Это тоже будет значение. Ну, давайте, белый, черный, коричневый. Ну, и третий цвет лак. И здесь я возьму вариант болевого. Что я могу вот с этим сделать? Смотрите. В принципе, я могу в шаблонах наименований изменить порядок формирования шаблона и запретить его ввод вручную. Каким образом я здесь могу это сделать? Ну, смотрите, я уже вам показывал что-то. Напомню, что вот здесь вот у нас операнды, искусственные данные. Здесь операторы, то есть то, что вы с данными можете сделать, а здесь у нас итоговый вариант. Итоговый вариант может заполняться вручную, но, значит, вот наличие двух верхних окон позволяет это сделать быстрее. И здесь я могу использовать какие-то, как исходные реквизиты, те, которые есть по умолчанию, так и те, которые я сейчас задал. Давайте попробуем это сделать. Итак, тип продукции. К нему я добавляю цвет. К нему я добавляю лак. Есть он или нет. Вот из трех компонентов у нас сложится название. Мы можем проверить формулу. Но проверка формулы, она, в общем, показывает только то, что каких-то грубых ошибок нету, что грамматика формулы, она сохранена. В любом случае, когда вы будете закрывать вот эту форму, проверка будет проведена. Итак, у нас есть какой-то порядок ввода. У нас запрещено редактировать наименование. И каким образом в этом случае мы должны с вами вводить новую номенклатуру? Ну, давайте мы с вами откроем карточку ввода новой номенклатуры. По умолчанию у нас эти реквизиты не видны. Это надо чуть-чуть донастроить вид номенклатуры. Но мы можем нажать «Показать все». И вот здесь вы видите, вот у нас дополнительные реквизиты, в которых мы можем задать все нужные нам значения. Ну, например, стол черный лакированный. И теперь давайте нажмем вот эту кнопку, сформируем наименование. Ну, вы видите, что действительно наименование сформировалось по реквизитам, но сформировалось оно как-то некрасиво. То есть формула у нас не продумана, не проработана. Давайте мы это дело поменяем. Ну, и первое, что действительно приходит в голову, нам нужно как-то разделить вот эти вот три реквизита, чтобы они адекватно отображались. Значит, как это сделать? Ну, вот здесь формула. Я вставляю запятую пробел и здесь плюс запятая пробел. Проверяем формулу. Формула ошибок нет. Значит, сразу хочу вам сказать, я, когда вот создаю такие формулы, с учетом того, что они могут быть такие многоэтажные и не всегда в них легко разобраться, я стараюсь их делить на кусочки. То есть у меня бы это выглядело вот так. Ну, либо для экономии места можно еще вот так. Вот. Значит, по крайней мере понятно, что именно здесь произойдет. ставить плюсик на следующей стратегии не надо. Программа и так поймет, что это часть единой формулы. Что еще бы я добавил? Ну, во-первых, лучше, наверное, вот так вот сделать. Цвет двоеточия. И здесь лак двоеточия. Понятнее будет, как это выглядит. Еще раз проверим на всякий случай. Все нормально. Закрываем. И посмотрим, что у нас теперь получится показать все. Итак, стол, черный, лак, да, формируем. Ну, смотрите. Вроде бы, как уже получше. Вроде бы, как уже получше. Но мне вот здесь не нравится что? Мне не нравится вот это вот выражение. Лак, да. Вот. Это вот мне напоминает, как есть любители пол тоже делать булевым. да, ваш пол, да. Вот. ну, название, ну, хотя понятно, что здесь имится в виду, но выглядит это не очень красиво, поэтому вот здесь мы тоже поменяем немножко ситуацию. Что мы здесь делаем? Так, нет. Я чуть-чуть донастрою шаблон. значит, и здесь вместо вот этого вот операнда у меня будет следующая конструкция. Я использую вот это вот окошко. Значит, здесь разделители это разного рода знаки припинания. Операторы плюс-минус делить и так далее, умножить. логические операторы больше-меньше и или не. Числовые функции, ну, мы по этим по всем пробежимся. Я формат всех функций вынес вам в слайд-шоу, слайд-шоу вам тоже будет доступно. Нас сейчас будет интересовать вот этот вот формат, вот этот вот, вот эта вот функция, она называется условие. Ну, в какой-то степени эта функция напоминает функцию если в Excel, ну, наверняка вы знаете, как она работает. И здесь я сделаю вот что, поскольку у нас булева, я в условии поставлю сразу же вот этот вот реквизит, хотя там может быть сравнение, да, нет, ты, или, значит, и если условия да, то у нас будет выдаваться значение лакированный, а если нет, не лакированный. Вот так. лак тут уже не нужен, я думаю, так будет понятно. Вот это я убираю, это тут лишнее. Ну, вот такая формула получается, проверяем. формула ошибка. давайте посмотрим, где лакированные, не лакированные, так, плюс, так, так, проверим, где именно ошибка. Если вот это я убрал, проверим, ошибка все равно есть, то есть дело не в этом. Значит, ее не устраивает вот такой вот формат. Давайте делаем так. Равно истина. Тоже не нравится. Давайте посмотрим оператор. Так, операторы логические. Странно. 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 Еще раз. Продолжение следует... 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 Но можно сделать и по-другому. Для этих самых, этой самой древесины надо использовать при выпуске. Что мы сделаем? Ну, давайте я немножечко модифицирую номенклатуру, которая у нас есть. Мы использовали вот эту вот номенклатуру. И мы здесь задавали реквизиты характеристик. Давайте добавим реквизиту номенклатурной позиции. Это будет реквизит длина, ширина и высота. Что я сейчас неправильно сделал, это не может быть дополнительным реквизитом, если мы хотим использовать это при расчете. Если нам нужно использовать что-то при расчете, нам, естественно, требуется формат числа. Ну, длина, точность, ну, понятно, что не отрицательная. То же самое надо сделать для ширины. И для высоты. То же самое надо сделать для ширины. То же самое надо сделать. 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 Стол кухонный. Предположим, он у нас будет размером метр на 0,5 и высотой 0,8. Вот. Но вот здесь, кстати говоря, еще один недостаток. Обратите внимание, мы указали число, но нигде мы не указали размерность. То есть 1 это 1 чего. Поэтому, чтобы проблем с этим не было, в принципе, лучше, когда вы задавая реквизит, сразу же сдаете его размерность. То есть вот так вот как-то. Мы указываем, что у нас везде все будет в метрах. Вот теперь, если мы посмотрим, мы увидим, что у нас длина не просто 1, длина 1 метр. Ну, автоматику я здесь не стал настраивать. Ну, наверное, здесь имеет смысл это сделать. Указать, что это размер 1 на 0,5 на 0,8. И теперь вот этот стул кухонный. Мы вместо 0,5 зададим расчет по формуле. Ввести формулу. Обратите внимание, у нас вот эти вот 3 доп. реквизита здесь есть. Помимо вот этих вот 3 доп. реквизитов, нам доступно только количество. Можем обратиться к какому-то другому выходному изделию, если у нас несколько выпускается. Но нам это не нужно. И все достаточно просто. Это длина умножить на ширину, умножить на высоту. Это и будет количество древесины, которую нам надо купить. Конечно, ну, как бы это простенький такой подход. Вот. Но вообще говоря, мы сюда можем заложить и более сложные расчеты. Обратите внимание, что у нас здесь и тригонометрия есть. То есть какие-то там расчеты по чертежам сюда вполне можно будет внести. Сохранить и закрыть. Сохранить настройку. И теперь вот это вот рассчитывается по формуле. Давайте установим действует. Посмотрим заказы на производство, которые у нас есть. Ну, вот у нас столовые кухонные. 12. Посмотрим управление очередью заказов. 12. Удалим. Существующие этапы. И заново их сформируем. Посмотрим, что получилось. 1 умножить на 0,5 умножить на 0,8. Ну, вот здесь вот эти самые 0,4 куба у нас и просчитались. Естественный вопрос, который у вас может возникнуть по данному примеру. По идее-то мы завязались на какие-то реквизиты готовой продукции. Если мы заранее знаем ее размерность, ну, какой смысл использовать вот эту формулу? Мы можем просто взять там на калькуляторе заранее посчитать и это количество указать в строке. Конечно, можем. Но здесь надо не забывать, что у нас ресурсная спецификация, которую мы создаем с вами. Она может быть создана не только на номенклатурную позицию, но и, например, на вид номенклатуры. А внутри вида номенклатуры, естественно, параметры отдельных позиций могут различаться. Это во-первых. И есть во-вторых. У нас сейчас... Чтобы было понятно, давайте вот это я тоже сделаю. У нас сейчас на один конкретный стул сделана ресурсная спецификация. Дальше появится еще один стул, еще один стул уже других размеров. И мы новую ресурсную спецификацию в этом случае можем создать как... Мы новую ресурсную спецификацию можем создать просто копированием. Так. Мы можем создать просто копированием, но при этом, когда вы копируете, у вас копируется и формула. То есть время на ввод новой ресурсной спецификации вы потратите намного меньше. Другая номенклатурная позиция, другие параметры, соответственно, другой расчет. Это, естественно, экономит вам время и силы. Вот. Значит, по формулам. Давайте пробежимся с вами. Аминь. Значит, какие формулы вам будут доступны? Ну, во-первых, минимум, максимум, простейший вариант. Обратите внимание, я здесь привожу не только название, но и формат, как это выглядит, и пример действия. Значит, итак, минимум, естественно, возвращается минимальное значение. Максимум, максимальное значение из введенных операций. Математические функции, получение целой части, возведение в степень, извлечение квадратного корня. Ну, в общем-то, это просто разумное дополнение. Извлечение корней, естественно, можно реализовать и за счет формулы степени. Округление, стандартное, вверх-вниз. Тригонометрия, синус, косинус, тангенс, соответственно, дает нам возможность ввести какие-то расчеты по чертежам. Строковые функции. Вот это вот как раз удобно в том случае, если вы формируете наименование. Взять кусок слева, взять кусок справа и с середины, рассчитать длину строки. Продолжение раздела строковый. Поиск под строки, сравнение, верхний и нижний регистр. Соответственно, дата, текущая дата, день, месяц, год. Это функции, связанные с работой с датами. Начало дня, начало месяца, начало года, конец дня, конец месяца, конец года. Соответственно, это работа со временем. И очень интересные функции, значит, функции условия. Ну, собственно говоря, с условия мы сейчас как раз и разбирались. И есть очень интересная функция выбор по порогу. Я вас хочу предупредить, те из вас, кто собирается сдавать специалиста-консультанта по производству. Имейте в виду, что там задачи в сборнике, связанные с тригонометрией, с тригонометрическими функциями, и связанные с вот этой функцией, выбор по порогу, они там есть. Значит, выбор по порогу, это что такое? Это возможность ввода каких-то ступенчатых значений. Ну, например, у вас производятся детали. Если у вас производится 10 деталей, то вы там должны на эти 10 деталей потратить, ну, какой-то один кусок наждачной бумаги. Значит, если детали от 11 до 20, то уже два куска. От 20 до 30 – три куска. Вот в том случае, если вам нужна такая логика, используется вот эта формула. То есть, соответственно, вы пишете значение. Вы сначала пишете показатель, ну, в данном случае это количество. А дальше пишете значение, пишете порог. Одна штука, если до 10, если меньше 10, две штуки, если меньше 20, ну, и так далее. Значит, последнее значение – это то, которое возвращается в случае, если самый высокий порог перейдет. Так, ну, и последняя вариабельность, с которой я хочу вас познакомить. Значит, честно скажу, не видел, чтобы ее использовали, но она есть. Заключается она в следующем. Заключается она в следующем. Есть вот такой переключатель. Ну, хотите, средний, можем сказать. Значит, и вы можете задать вероятность применения этого материала при производстве. По умолчанию это, значит, будет включаться в спецификацию. По требованию это, значит, можно включить, но автоматом программа ставить это не будет. Это можно добавить потом. Значит, как это работает? Ну, давайте я вот здесь поставлю, скажем, с вероятностью 90% по умолчанию. Вот так вот. И добавлю еще одну позицию. Сейчас я что-нибудь найду. Ну, предположим, тут будет древесина, второй сорт. Ну, и его всегда 0,6. Хотя, по логике, конечно, здесь тоже надо было бы формулу вставлять, но формула, возможно, другая. Так, итак, это тоже материалы. По требованию, вероятно, 10%. Вот так вот. Вот. И давайте... Так, это у нас копия. Перейдем в производство. Управление очередью заказов. Пометить на удалении этапа производства. И изменим ресурсную спецификацию. Обратите внимание, что... Так, не понял. Этого быть не должно. Так. Еще раз проверим ресурсную спецификацию. Что у кухонной копии действует? Что у кухонной... Как не понял. Как не понял. Что у кухонной копии действует? Проверяем еще раз 3.07, все верно, здесь все, тоже самое выпущенное, более приоритетное. Так, ладно, попробуем вот так вот сделать, формируется. Вот, обратите внимание, что вот этот вот стол кухонный с пометкой копия является приоритетной ресурсной спецификацией. Почему так? Потому что при выборе приоритетности ресурсной спецификации используется несколько правил, но первое правило использовать самую свежую ресурсную спецификацию, последнюю созданную. Ну, здесь еще стояло ограничение по дате. Поставлю к производству и управление очередью заказа. Давайте мы с вами сформируем этапы. И посмотрим. Обратите внимание, у нас сейчас включилась только древесина, как и положено, то есть включилось только то, что по умолчанию. Если мы хотим что-то изменить, то тогда мы можем открыть подбор материалов по спецификации и взять то, что в спецификации предусмотрено, но не является значением по умолчанию. Вот такая вот как бы интегрированная возможная замена альтернатива замены через разрешение на замену. Но вот подобный подход, он имеет еще одно очень важное следствие. И следствие это касается уже другой подсистемы, подсистемы планирования. Если мы с вами будем создавать новый сценарий планирования, то у нас в настройках сценария товарного планирования есть вот такая галочка. Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах. Потребность в материалах. Можно установить наиболее вероятную, оптимистичную и пессимистичную. Что это значит? Для чего нужна эта настройка? Ну, немножечко тут логика такая путанная, но я думаю, что стоит представлять, что сюда закладывали. В том случае, если мы установим оптимистичную, Расчет материалов приведет к тому, что основные материалы будут в план поставлены при расчете потребностей в материалах по плану производства готовой продукции по ресурсной спецификации без поправки на вероятность. То есть система будет считать, что мы обязательно заложим вот то, что я пометил как основное, с вероятностью 90%. Значит, будут закупаться только вот это вот основные позиции. То, что указано в качестве альтернативы, закупаться не будет. Наиболее вероятное. Наиболее вероятное, это значит, что будет закуплено, вот как я задал, древесина, это основное, 90% вероятности. Древесина второй сорт, 10% вероятности. Вот они с поправкой на 0,9 и на 0,1 и будут ставиться в план закупок. Так, пессимистичное, это означает, что основное планируется без поправки на вероятность, то есть все 100%, а альтернативы с поправкой на вероятность. То есть в нашем случае это будет древесина, умноженная на единицу и древесина второй сорт, умноженная на 0,1. Так, значит, мне осталось добавить только один момент, который мы с вами не разбирали. Давайте я расшарюсь. Снова вернемся в программу. Откроем ресурсную спецификацию. Я обращу ваше внимание на следующее. Мы как пример брали материалы. Но вот эта вот логика расчета по формуле, она точно так же будет работать и в случае... Расчета трудозатрат. Здесь та же самая логика будет. С той же самой возможностью ввести количество в соответствии с формулой. Единственное отличие, здесь формула может быть привязана к материалам и работам, используемым в производстве. Причем привязка идет к номеру страти, на это тоже надо обращать внимание. Но и это еще не все. Мы сейчас с вами не использовали вид рабочих центров. Если вид рабочего центра используется... Ну, у меня здесь сейчас рабочих центров нет. Если я возьму какой-то другой... Ну, вот, например, здесь должно быть... Давайте я тогда быстренько сделаю для цеха 1. Спасибо. 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 Так, ну, должно быть уже доступно. В том случае, если мы бы использовали планирование по виду рабочих центров, то здесь мы можем тоже использовать расчет по формуле. При этом формула также будет допускать использование в параметре количества материалов. Это помимо основного изделия и других выходных изделий. Так, какие вопросы у вас появились? Так, ну, если вопросов нет, тогда давайте завершаться. Спасибо за внимание. Приходите еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова